МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За свою историю этот завод собрал более миллиона вагонов. Без них наша страна не смогла бы победить в Великой Отечественной, а после нее восстановить экономику и не сумела бы стать супердержавой. Уралвагонзавод. Самый большой вагоностроительный завод в мире. Почему же тогда перед главной проходной на постаменте стоит не вагон, а танк? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часто в военных экспертных кругах можно услышать дискуссию, нужны ли в современной войне танки. Насколько вообще этот вид вооружения актуален при современном способе ведения вооруженной борьбы. В истории нашей страны уже находились люди, которые сомневались в необходимости применения танковых сражений, танков как вида военной техники. Например, Никита Хрущев, который в 60-е годы прошлого века по сути дела считал, что ракеты заменят все, и самолеты, и в том числе тяжелые танки. Но жизнь расставила все по своим местам, и замену танкам в бою до сих пор никто еще не нашел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень сложно представить себе сегодняшнюю любую военную датрину, конфликт или какие-то там операции любого назначения без тяжелой поддержки таких машин, которые не являются сегодня танками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бронетанковая техника по своей сложности, по насыщенности системами, она практически не уступает, скажем, авиационной технике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более эффективного, сочетающего в себе огневую мощь, подвижность, защищенность, вот такого средства еще не создано. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где вот эта машина ходила, вряд ли другая машина пройдет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да мимо тебя проходит Т-90 на полной скорости, то равнодушным ты не останешься. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом и есть, наверное, уральский характер, в том, что никто не сдается, только вперед. Мы знаем свои цели, мы побеждаем, и я думаю, что и будем дальше побеждать. Лучший сегодня в мире танк Т-90 в полной мере он оследовал этот характер. Боевой характер уральских мастеровых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История танков с уральским характером началась не в 20 веке, а намного раньше. С Петра I. Государь-император прекрасно понимал, что, конечно, природные ресурсы, и, конечно, технологии определяют результат дела, но успех всегда связан с правильным подбором людей. И, на мой взгляд, конечно, главный талант Петра I был в том, что он умел подбирать людей, подстать себе. В русском языке есть хорошее слово, сподвижник. Вот такими сподвижниками для императора реформаторы стали Демидовы. Купцы, знатоки городозаводского дела. Великолепные организаторы производства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 марта 1702 года Петр I подписал указ, в котором Никите Демидову разрешалось леса рубить и всякие заводы строить. И ставить с тех заводов всякие воинские припасы, пушки и мортиры. ВЫСТРЕЛЫ Одна из легенд гласит, что Петр I повелел Никите Демидову исправить заграничный пистолет, который был поломан царем. Починить сможешь? Смогу, государь. И Демидов качественно выполнил эту просьбу. И при этом еще и сказал, а мы, царь, против немца постоим. А как я с хвостунами поступаю, слыхал? Чай не глухой. Петр I ударил Демидова по щеке со словами, ты, дурак, сначала сделай, потом охвались. Но Демидов быстро парировал, ты, царь, сначала узнай, а потом и дерись. Оказалось, что пистолет был сделан самим Никитой Демидовым, это была точная копия заграничного пистолета. ВЫСТРЕЛЫ И даже этот один факт говорит о том, что Никитой Демидов был высоким профессионалом. Был человеком, который прекрасно знал свое дело, и был тем человеком, который был необходим России. Петр очень умело использовал мотивацию экономическую вместе с патриотическими чувствами. Петр получил то, что хотел получить, значит, индустриальную мощь России того времени. ВЫСТРЕЛЫ Пушки, отлитые из уральского металла, стали одним из символов нарождающейся индустриальной мощи России. Люди работали до кровавого пота. И мастеровые, и сами Демидовы. Этих русских промышленников отличали неукротимая энергия, железная воля, жестокость как по отношению к себе, так и по отношению к другим. И все это ради одной цели. Выполнить государев заказ. Вот так здесь, на Урале, ковался оборонный щит России. Демидовский завод, точнее, его преемник, работал в Нижнем Тагиле буквально до наших дней. Видно, счастливая рука была у этих купцов. На хорошем месте заложили Демидовы завод. Урал – это опорный край державы, прежде всего. И мы это все четко понимаем. Первые пушки, первое специальное железо, из которых ковали все виды оружия, конечно, это происходило на Урале. И сегодня это железо, наверное, сравним с характером уральцев. Это уже на генетическом уровне воссоздавать оружие, воссоздавать все новое, основательное и надежное. Без уральского металла, из которого делали оружие, Россия не смогла бы победить во всех войнах 18-го и 19-го веков. Гены этих людей, или кровь подобных характеров, здесь смешалась, замешалась, и получился тот сплав, который мы наблюдаем уже в течение нескольких поколений. Когда создавался современный герб Нижнего Тагила, за его основу не случайно взяли родовой герб Демидовых. Три рудоискательных лозы. Молотчик-марь, который использовали для выделки железа, лавровый венок – это символ трудовой и воинской доблести, а щит и шлем подчеркивают значение города в укреплении оборонной мощи страны. Не стоит приукрашивать историю, она всегда соответствовала своему собственному времени. И Демидовы тоже были детьми своего времени. Как писал мамин-сибиряк, это были хищные приобретатели, жесткие дельцы, державшие в своих руках непосредственное руководство огромным предприятием. Но, слушайте, без этих качеств не удалось бы осуществить то, что сегодня можно назвать первой индустриализацией Урала. Возможно, этот Уральский генофонд, который сформировался за три столетия и выручил страну в годы Великой войны. В конце 1941 года из западной части страны в Нижний Тагил было эвакуировано полтора десятка крупных предприятий и научно-исследовательских институтов. Война вынудила нашу страну, как и во времена Петра Первого, начать новую индустриализацию Урала. На площадку Урал-Гонсавода были перемещены институты Москвы и Ленинграда, Харькова и других городов. Здесь был такой интернациональный котел, который позволил создать технологию производства танка. Это была уникальная технология. В Нижнем Тагиле впервые в мире создали поточно-конвейерное производство танков. Скажем, ни немцы, ни американцы к началу войны такого не имели. Они даже не задумывались над этим. Технологический процесс изготовления технологами был разбит на мельчайшие операции, чтобы их могли выполнять малограмотные, неквалифицированные работники. Буквально через два месяца после начала эвакуации здесь у нас был собран первый уральский танк, и дальше уже пошло производство. Этим уральским танком стала знаменитая «тридцатьчетверка». Она была маневренней, она была быстрее, она годилась для прорыва. Тридцатьчетверки сметали все на своем пути. Немцы не успевали просто выстроить оборону. Немцы не могли поверить, что у русских появился новый танк. Снаряды просто отлетали от наклонной брони Т-34. Но в начале войны у советской армии было мало таких боевых машин. Фронт требовал больше танков. И завод их создавал. Работали без выходных дней, то есть жили по сути вообще в цехах. А спали в красных уголках, в бухгалтерии. Были установлены специальные топчины, где человек мог в несколько часов буквально отдохнуть, и затем опять становился к станку. Заменяя мужчин, ушедших на фронт на танковом конвейере, работали женщины и подростки. Подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Работали наравне со взрослыми. Для них рабочий день также длился 12 часов. И работали в ночную смену, не только в дневную. С конвейера «Уралвагонзавода» буквально каждые полчаса сходила новая «тридцатьчетверка». В годы войны каждый второй Т-34 был выпущен именно здесь, в Нижнем Тагиле. Немецкие танки по своей трудоемости превосходили «тридцатьчетверку». Пока немцы делали одну «пантеру», мы делали пять, шесть, семь, десять, тридцатьчетверок. В результате у немцев просто не хватило танков на весь фронт. К середине войны у немцев появилось новое оружие. Тяжелый танк «Тигр». Эти боевые машины имели огромное преимущество. Они поражали наши «тридцатьчетверки» на дистанции в два километра. А Т-34 мог справиться с «Тигром», только стреляя практически в упор. И тут на помощь приходила смекалка. Один танк бьет в лоб, старается перебить гусеницу, отвлекает на себя внимание. Другой заходит в борт и расстреливает тонкую бортовую броню. Были случаи, когда эти боевые машины становились своеобразными подарками. Их покупали на заводе для своих братьев, мужей и сыновей. Мать и жена Сергея Пономарева, танкиста, подарили ему танк, купленный на собственные средства. Эти женщины первые два года войны продавали овощи со своего хозяйства. Они продали дом свой для того, чтобы собрать средства и купить «тридцатьчетверку», отправить его своему воюющему сыну и мужу. Накануне войны «тридцатьчетверка» обходилась государству в 250 тысяч рублей. Но благодаря усилиям инженеров и рабочих «Уралвагонзавода» себестоимость удалось снизить до 140 тысяч. Тоже деньги большие. Поэтому чаще танки покупали всем миром. 7 марта 1944 года митрополит Крутицкий Николай провожал на фронт танковую колонну имени Дмитрия Донского. Деньги на танки собирали по всей стране православные верующие. Танки с надписью «Дмитрий Донской» дошли до Берлина. Этот момент изображен на фреске в храме святого благоверного Дмитрия Донского. Наверное, это единственный в мире храм, в росписи которого присутствуют танки. И мы видим образ фашизма, который горит в преисподней. Видим разрушенный крестак. И в то же время мы видим, что не силой только человеческой совершилась эта победа. Мы видим воинство небесное, которое помогает сокрушить адские силы зла. Кроме того, на фресках показаны уральские мастеровые, которые создавали эти танки. Уралвагонзаводцы совершили великий подвиг, и поэтому решили построить храм-памятник Дмитрия Донского, где бы поминались все те люди, которые совершили подвиг не только воинский, но и трудовой. В книге памяти, которая хранится в храме, записаны имена тех, кто отдал жизнь за победу. Долгие годы имена конструкторов, которые создавали танки, были засекречены. Если в авиации более-менее понятно, кто стоит за тем или иным типом самолета, например, Ту – это Туполев, Ил – это Ильюшин, По – это Поликарпов, то все наши танки часто имели только одну литеру – Т и номер. А кто стоит за буквой Т – это военная тайна. Более ста тысяч бронированных машин было собрано в секретных цехах Уралвагонзавода. Мировой рекорд в танкостроении. Сегодня здесь собирают и модернизируют Т-90. Один из самых популярных в мире танков. Но какая боевая машина будет поставлена на конвейер, в первую очередь зависит от главного конструктора. Зависит от того, каким он задумал новый танк. Здесь делали машины, в любой момент готовые к отправке на фронт. То есть здесь всегда делали то, что реально производить в больших количествах, при нужде. Все годы Великой Отечественной главным конструктором по танкам на Уралвагонзаводе работал Александр Морозов, конструктор-легенда. Именно он вместе с Михаилом Кошкиным до войны создал в Харькове 34-ку. Это гениальный конструктор. Не подлежит сомнению, вся его деятельность это подтверждает. В начале 50-х годов Морозов решил вернуться в Харьков. И забрал с собой многих ведущих сотрудников. Любой творческий коллектив – это семья. И вот теперь она распадалась. Это даже не развод мужа и жены. Это развод двух братьев, кровных братьев. Чтобы танковое КБ в Нижнем Тагиле не распалось окончательно, на Уралвагонзавод направили полтора десятка выпускников лучших технических вузов страны. Люди, жившие в Тагиле в военные годы, это серые, черные телогрейки, сапоги. И вдруг приезжают ребята там в голубых костюмах, с теляги эти, значит, с галстуками, с попугаями, коконами. Это контраст. У каждого были свежие идеи. Необычные совершенно. В 1953 году танковое КБ Уралвагонзавода возглавил новый главный конструктор. Самый молодой в отрасли. Леониду Карцеву шел только 31-й год. Правда, за его плечами был фронтовой опыт и военная академия. На фронте он потерял чувство страха. Он его лишился просто-напросто. Он не боялся руководителей. Не боялся говорить все, что думает. Он же демократ. Он для всех двери у него были открыты. Легкий человек. Он, вообще-то говоря, по сути дела, воссоздал танковое КБ на УВЗ после отъезда Харьковчан. Конструкторское бюро Морозова в Харькове получило карт-бланш на создание лучшего в мире танка. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что к власти в стране пришел Никита Хрущев. В ЦК партии и правительстве укрепился могучий украинский клан. Поэтому неудивительно, что на КБ в Харькове начала работать буквально вся страна. Все новинки, которые разрабатывались нашими институтами, конструкторским бюро и заводами, в первую очередь все отдавалось Морозову. Харьков был обеспечен всеми ресурсами – людскими, технологическими. И многие годы, освобожденные от серийного производства, они творили эту машину. Планировалось, что Харьковский танк в будущем станет основой бронетанковых сил страны. А уральскому КБ отводилась второстепенная роль. Какая была уготовлена участь конструкторскому отделу в случае победы Харьковчан? Мы переходим в КБ, которое отслеживало чужую документацию. И все. Так бы, возможно, и случилось на Уралвагонзаводе, если бы не новый главный конструктор. Леонида Карцева совершенно не устраивала подчиненная роль. Ну, коллектив уральский. Это коллектив еще от Демидова. Понимаете, народ такой, да, закаленный. Он все время ищет нового. И Карцев, кстати, как новатор. Он все время искал что-то новое. Он мгновенно схватывал главное. Вот он ездил в командировке в основном. И схватывал идеи. Иди, и вез сюда, являл их. Это уникальные кадры. В гостях у Александра Морозова Леонид Карцев. Мирно беседуют за столом, пьют чай. Хотя Карцев уже стал принципиальным конкурентом Морозова и бросил вызов легендарному конструктору. Он решил создать свой новый уральский танк. Наше счастье, что директором завода тогда был Иван Васильевич Окунев. Он во всем поддерживал Карцева в его начинаниях при новом проектировании. Он так и говорил. Ты давай рисуй. Финансы – это мое дело. И частенько опытные работы проводились за счет бюджета завода. Но приступая к работе над новым танком, в Нижнем Тагиле всегда держали в уме, кто и главное, как потом будет делать эту боевую машину. Он не делал революцию. Вот не делал нового танка сразу. Как это поручено было делать Морозову в Харькове. Он разрабатывал какие-то новинки, мероприятия. И по одному мероприятию потихонечку внедрял в серийное производство. До сих пор на Уралвагонзаводе придерживаются этого фирменного тагильского стиля. Новые узлы и системы сначала отрабатываются на опытных танках и тут же ставятся на серийные машины. Карцев-конструктор хорошо знал, что если машину придумать слишком революционной, то завод просто может не справиться с серийным производством танка. Конкуренция между Харьковской и Тагильской школами танкостроения была крайне жесткой. По сути дела это было соревнование между двумя совершенно разными подходами к созданию боевых машин. В то время как в Харькове сделали ставку на революцию, на революционный метод, они решили придумать совершенно новый танк. Совершенно во всем новый. То в Нижнем Тагиле выбрали стратегию малых последних шагов. И тагильчане называли ее эволюционным стилем. Морозовский танк создавался почти 15 лет. Работа над этой боевой машиной шла тяжело. А в Тагильском КБ в это время последовательно год за годом модернизировали свои серийные танки. Узлы с лучшими характеристиками ставили на новые модели, которые успешно проходили полигонные испытания. Но руководство страны по-прежнему делало ставку на Харьковское КБ. Политикам очень трудно отказываться от ранее принятых решений. Это скажется на карьере. Приходилось мобилизовывать науку, отправлять всех, кто может хоть что-то предложить в Харьков, коллективными усилиями доводить эту машину. Кстати говоря, ведь довели. Харьковский танк получил имя Т-64. Это была принципиально новая боевая машина. На рубеже 50-х, 60-х годов КБ под руководством Морозова они маленькую революцию в танкостроении совершили. Действительно, в этом танке было заложено очень много таких прорывных решений. Самая революционная часть – это, наверное, соединение в одной машине свойств тяжелого и среднего танка. Экипаж три человека, многослойная броня, автомат заряжания. Вот это, так сказать, его фишка. Привычный заряжающий просто стал не нужен. Автомат заряжания позволил впервые в мире сократить экипаж с 4 до 3 человек. Кроме того, харьковский танк был значительно ниже, чем его конкуренты за рубежом. Автомат заряжания давал возможность быстрее сделать первый выстрел. Это огромное преимущество в бою. Но танк имел и существенный недостаток. На харьковском машине автомат заряжания был сделан кабинного типа. И в этом была их ошибка. Снаряды располагались в боевом отделении по броне вокруг членов экипажа. Они стояли вертикально. Экипаж сидел вот за такой вот стенкой из пороха. А ведь танк, как правило, противникам поражается по стыку между башней и корпусом. Там бывает, ведь залетают совсем маленькие сколки. Это идет в гильзу, полную порохов. Все. Поэтому конструкторы тагильского танка пошли по другому пути. Они придумали свою оригинальную схему автоматозаряжания. Мы снаряды не поставили, а положили параллельно днищу, параллельно земле. С таким расчетом, чтобы запас боеприпасов находился ниже зоны, досягаемой поражениями и выстрелами. В тагильские танки, они получали поражения очень много. Но при этом танк не взрывался. Да, они видели, что здесь делается хороший вариант машины. Но все уже давно решили, будет харьковская машина. Руководству страны докладывали, что работа над танком в КБ Морозова продвигается успешно. Одновременно Уралвагонзавод вынуждали согласиться с тем, что предлагают харьковчане. Но что сделал Леонид Карцев? Он предложил поставить на Харьковский танк автомат заряжания, ходовую часть и моторно-трансмиссионное отделение, разработанное тагильскими конструкторами. По сути, Карцев продвигал свой уральский вариант боевой машины. И тут на Уралвагонзаводе сменился директор. Пришел новый директор, который имел приказ, постановление, что УВЗ должен подготовиться к производству харьковской машины. И он сказал, что разработка уральской машины – это стратегическая ошибка. Для Леонида Карцева это было неприемлемо. И он тут же уволился. Случилось это в 1969 году. К тому времени уже была принята на вооружение боевая машина, созданная в КБ Александра Морозова. Ей дали имя Т-64. Ее приняли на вооружение, ее поставили в серийное производство. Но тут выяснилось, что промышленность не может ее выпускать. Потому что технологий таких еще нет. Их нужно было создавать, что называется, с нуля. Т-64, в чем он себя и погубил, слишком революционно все. Слишком. Конструктор может нарисовать все. Нужно было нарисовать то, что можно сделать. То, что есть в промышленности. Или то, что она в ближайшее время сможет сделать. Такая ситуация повлияла на отношение руководства страны к тагильскому проекту. И ему дали зеленый свет. Какого бы ни было административного ресурса, когда решался вопрос о том, что ломать старое производство и ставить новое, ничего при этом не получая, даже ярые сторонники Морозова вынуждены были пасовать. К тому времени, когда Карцев покидал Уралвагонзавод, здесь уже были готовы первые образцы уральской боевой машины. И в мае 1970-го года завод получил разрешение правительства завершить работу над новым танком. Впоследствии он войдет в историю, как знаменитый Т-72. В 70-х годах прошлого века в Советском Союзе сложилась, конечно, уникальная ситуация. Одновременно в самых разных КБ создавалось сразу несколько типов основных танков. Конечно, ни одна страна в мире, кроме Советского Союза, не могла себе позволить такую, в кавычках, роскошь. Хотя в этом был, конечно, и абсолютно несомненный плюс. Конкуренция, она порождала энергию конструкторской мысли. Но только жесткие полевые испытания должны были показать, какая из этих машин станет массовой и составит костяк танковых войск страны. На кону стояло очень многое. Гособоронзаказ, влияние в правительстве и отрасли, деньги. Но в первую очередь престиж конструкторских бюро. В ЦК партии многие надеялись, что все же победит Морозовский танк. Борьба обещала быть жесткой. Это войсковые испытания каждого вида танка, рота. То есть по 10 танков, чтобы судить не по одному. 10 танков тагильских, 10 танков ленинградских, Кировского завода, 10 танков Харьковских. Эти испытания проводились в течение 10 лет, практически ежегодно. А иногда и дважды в год. География испытаний – все климатические зоны Советского Союза. В лютые морозы мы были в Даурии, Забайкале. В жару, в Каракумах были, где пыль мелкодисперсная. В Белоруссии, где кварцевый песок, он режет ходовую часть. На Кавказе, где ввысь из снега, там заметно с повышением высоты, снижение мощности. Одним из самых сложных моментов испытаний стала проверка воздействия ударной волны взрыва атомной бомбы. Но международные договоры запрещали проводить ядерные испытания в воздухе. Поэтому решили устроить имитацию. Место выбрали под Семипалатинском. Значит, что из себя представлял модель ядерного заряда? Это гора взрывчатых веществ. Высотой, ну, примерно с пятиэтажный дом. Вокруг заряда на разных расстояниях была расставлена техника. Танки установили на дистанции в 200 метров от эпицентра взрыва. И вот в два часа дня раздался взрыв. Сначала как будто вот эта вся гора вздрогнула. Потом это дело все зашевелилось. И вот море с бешеного бушующего огня с разбрасыванием громадных глыб земли. И постепенное образование вот этого черного гриба. Взрыв был такой силой, что в эпицентре образовалась воронка глубиной 60 метров. В ней легко мог бы поместиться 20-этажный жилой дом. Танки, их волоком протащило примерно полметра, вот этой ударной волной. Башни с пушками все оказались развернутыми по ветру. И топливные баки вместе с топливом были либо разорваны, либо раздавлены. Вот картина такая, после хорошего боя. Он должен сказать, что танк Т-72, он все-таки эти испытания с честью выдержал. Потому что один, по-моему, из двух танков все-таки его удалось запустить. И он своим ходом уехал в парк. Нужно прямо сказать, что по надежности самыми высокими показателями обладали тагильские танки. Месяц за месяцем, год за годом. Тагильские боевые машины показывали результаты лучше, чем их конкуренты. И наступил момент, когда председателю комиссии генералу Юрию Потапову надо было решать, какой танк является победителем. Он честный офицер был. Он видел, что наши танки кое-где опережают, а кое-где очень лучше. И что ему предстояло? Ему была команда, конечно, оставить один харьковский танк. Понимаете, какое напряжение было у этого Потапова? Был ор, мат. И генералу было совершенно все равно. Он всерьез готовился воевать. Я помню, как он разговаривал с нашим главным конструктором, сжимая сзади кулаки. И он все-таки выводы сделал объективные. И на основе этого отчета танк Т-72 был принят на вопрос. Символично, что танк получил имя «Урал». Это была безоговорочная победа, завоеванная в бескомпромиссной борьбе. Вот то, что удалось сделать тагейским конструкторам, действительно, это можно назвать таким выдающимся успехом. Соответственно, то, что танк был разработан в начале 70-х годов, он и сегодня с успехом эксплуатируется не только в российской армии, но и в десятках стран мира. Сегодня различные модификации Т-72 стоят на вооружении в армиях более 40 государств. Так, Уральская школа танкостроения была признана одной из лучших в мире. Можно долго рассуждать о преимуществах того или иного танка. Много раз показывать его на выставках, обходить его с разных сторон, делать о нем всевозможные рекламные проспекты, поражать из этого танка мишени на полигонах. Конечно, это все необходимо делать, но есть только одно испытание, которое все расставит по местам. Это война, настоящий бой. Сколько бы ни было тенденций сегодня по отказу от этих машин, вы видите, все, что происходит, все боевые действия, танк является главной боевой машиной на поле боя. Есть, наверное, останется. Т-72 принимал участие во всех крупных военных конфликтах последних десятилетий. Его называют самым воюющим танком в мире. Ни одного конфликта за последние десятилетия не проходило без использования танка. Практически везде. Т-72 неоднократно встречались с американскими «Абрамсами». Например, во время операции «Буря в пустыне». В пустыне он себя повел великолепно. При очень высоких температурах, высокой запиленности, значит, машина себя показала просто надежно. Необходимо подчеркнуть, что иракцы воевали на давно устаревших моделях танков Т-72. Мало того, что это были устаревшие 72-ки, они были лишены полностью воздушной защиты, разведки, поддержки артиллерии. И по существу американцы уничтожали их не «Абрамсами», а всей своей мощью. От авиации до систем залпового огня. Тем не менее, танки Т-72 вели успешно бой с этими превосходящими по характеристикам машинами. По тем данным, которые у нас имеются, было выведено из строя, подбито более 60 единиц. В Советском Союзе и по лицензии в других странах было выпущено более 30 тысяч танков Т-72. Цель – в короткий срок и качественно разработать изделие, также в короткий срок поставить его на производство и обеспечить эффективную эксплуатацию в войсках. Вот это особенность Тагильской танковой школы. Тагильская танковая школа родилась в годы войны. Ее традиции формировались в условиях, когда приходилось в режиме реального времени быстро реагировать на то, что диктовал реальный бой. Все пожелания фронтовиков тут же воплощались в модернизированные узлы и детали уральских танков. Когда стали 72-ку, приехали к нам харьковчане. Они приехали, побыли у нас, говорят, слушай, ребята, а у вас что, все еще война? Вы так работаете, у вас что, все еще война? Мы говорим, так мы по-другому и не работали. Уральский характер – это особый характер. То есть это суровые люди, которые, если они упираются и стараются что-то добиться, они, конечно, добьются. Потому что они, наверное, как сталь такая, закаленная, звенит, двигаются вперед, разрезая все на своем пути. Историки горнозаводского Урала давно подметили особый характер местных рабочих. Он начал формироваться еще в демидовские времена. Для уральского рабочего завод – это свой завод. Ни один из уральских рабочих никогда не согласится считать завод чужим ему и его семье. И свою связь с заводом эти люди считают нерушимой. Традиция была, значит, основана в 1936 году, 1 сентября, была первая подача гудка. Ну и по сей день, каждое утро и каждый вечер мы подаем гудок, не нарушаем эту традицию. Звучит гудок, значит, работает завод. Работает завод, стало быть, живет и город. А если живет город, то сильнее становится страна. Все очень просто. До сих пор в Нижнем Тагиле следует завету русских купцов-демидовых – беречь Россию. Самое главное для меня – это создать боеспособный коллектив. Вот без этого трудно мне вообще представить, чтобы это предприятие развивалось. Завод – это, наверное, да это город. Для меня зовут все. Это моя жизнь. Ну, завод для меня, прежде всего, родина, семья. Потому что все, что полезно заводу, это полезно мне. Логика уральского рабочего. И ничем это не сдвинуть. Три столетия на этом стоим. До сих пор «Уралвагонзавод» продолжает создавать разнообразную боевую технику на базе ходовой части танка Т-72. Настолько большой ресурс модернизации был заложен в эту машину Леонидом Карцевым и конструкторами Тагильского КБ. Т-72 стал самым массовым основным боевым танком второго поколения в мире. Борьба за свой уральский танк Т-72 стала серьезной школой для «Уралвагонзавода». Стала еще одной проверкой уральского характера на прочность. Этот танк сыграл огромную роль в создании надежного оборонного щита нашей страны. В конце 70-х годов конвейер «Уралвагонзавода» работал практически круглосуточно. Выпускалось более 100 танков в месяц. Эти бронированные армады были одной из гарантий того, что советский народ может работать, жить и спать спокойно. И никто тогда не предполагал, что пройдет совсем немного времени, и тагильчанам очень пригодится тот опыт, который они приобретали, когда спасали свой танк. Но в этот раз им придется спасать и завод, и в целом всю танковую промышленность страны. Оборонка всегда была локомотивом всей промышленности. И не только, кстати говоря, в России, это во всем мире так. История «Уралвагонзавода» – это ярчайший пример того, как один завод вытянул за собой всю танковую промышленность страны. Это сделали люди. Не стены из танки, а люди с уральским характером. Конструкторы, инженеры, рабочие. Именно их героический труд и великий талант позволили России остаться танковой супердержавой. Кроме России, в мире существует всего несколько государств, которые способны самостоятельно разработать конструкцию и освоить технологии серийного производства основного боевого танка. Создать буквально от руды до готового изделия. Настолько это сложная в производстве боевая машина. Проектирование и разработка современных танков – это очень сложный процесс, это очень сложная задача. Причем здесь есть элемент конкуренции. Мы должны постоянно быть хоть на немного, хоть на полшага, хоть на полголовы, но впереди или выше наших оппонентов. Мы опережаем их своей ценой, качеством, надежностью. Мы занимаем больше 50% мирового рынка. Как бы это ни звучало, но это является вообще-то гордостью не только Нижнего Тагила, Уралвагонзавода. Это гордость страны. Каждый второй танк, который сегодня продается в мире, это боевая машина, созданная на Уралвагонзаводе. Практически ни один крупный военный конфликт наших дней не обходится без уральских танков. Отдой! Но война есть война. И грозный танк становится практически беззащитным, когда его атакуют сразу с нескольких сторон. Особенно это характерно для боев в городских условиях. В той же Чечне основные потери танкисты несли от боевиков, вооруженных гранатометами и противотанковыми ракетами. На Уралвагонзаводе создали машину, которая помогала бы танку во время боя и спасала бы танкистам жизнь. Назвали ее «Терминатор». Эта боевая машина поддержки танков может в любое время суток одновременно поражать пехоту, бронетранспортеры, вертолеты и даже низколетящие самолеты. Она оснащена двумя автоматическими пушками, пулеметом, противотанковыми управляемыми ракетами и автоматическими гранатометами. Это позволяет создать буквально море огня. Машина, по сути дела, является многофункциональной. И на сегодняшний день она не имеет аналогов. Она позволяет решать широкий круг задач, начиная от поддержки непосредственно танков на поле боя и до оказания огневой поддержки тем же пехотным подразделениям при проведении, например, контртрагистических операций. Она просто, на мой взгляд, незаменима. Вот именно эта машина. Она может обеспечить проход, например, подразделения специального назначения. Мы считаем, что она, на сегодняшний день, эта машина способна заменить до двух мотострелковых отделений. Эта машина по своему уровню защищенности и подвидности равна танку. То есть практически экипаж защищен. Посмотрим на наши внешние рынки. Это главный фактор, что сегодня изобретается за рубежом. Мы, конечно, это мониторим. Мы понимаем, что хоть чуть-чуть отстанем, уже не догоним. Поэтому нам приходится все время идти в авангарде всех этих разработок. Об этой боевой машине стало известно совсем недавно. Только в 2011 году. Танк Т-90МС. Его назвали «Прорыв». Это, конечно, уже машина такого переходного из, будем так говорить, из четвертого в пятое поколение танка. Эта машина позволит абсолютно держать паритет боевого потенциала любого государства, как минимум на 10-15 лет. Большой запас прочности, или, как говорят специалисты, модернизационный ресурс тагильских танков, позволяет применять модульный принцип конструирования. Например, таким модулем может быть боевое отделение. Модуль сам по себе, вот эта вот боевая башня, так называемая корзина, в которой находится экипаж и аппаратура тоже, она может быть как лего. Снято с одной машины, поставлено на другую. Этот модуль можно установить на любой тагильский танк. Например, на легендарной Т-72. И тогда проверенная временем 72-ка превращается в принципиально новую боевую машину. Я нигде не встречал, допустим, примеры, что, скажем, с того же Леопарда или Абрамса можно снять запросто башню и поставить на какую-то другую, потому что башни тяжелые, и несущая способность машины может оказаться недостаточной. В сентябре 2013 года в Нижнем Тагиле прошел закрытый показ военной техники. На нем руководству страны была представлена последняя разработка. Тяжелый боевой трансформер «Армата». Это секретная боевая машина, и пока мы не можем вам ее показать. «Армата» — это совершенно новая, секретная разработка российских конструкторов. По своей должности я, конечно, знаю, о чем идет речь. Я сам был в кабине этого танка, который проходит государственные испытания. Поэтому, поверьте мне, «Армата» — это настоящий прорыв в танкостроении. На сегодняшний день такого танка нет ни у кого. Ни у американцев, ни у европейцев. Эта боевая машина 21 века будет впервые показана в 2015 году. Во время парада на нашей Красной площади. «Армата» — это один из символов возрождения всей нашей оборонной промышленности. Но этого принципиально нового танка, да и всей нашей танкой промышленности, сегодня могло бы просто и не быть. Вспоминая сегодня те годы, когда уходила в небытие Великая Держава, не покидает ощущение, что это было как в кино. Что это не мы, а какие-то другие люди с нездоровым энтузиазмом разрушаем страну, которой раньше гордились. Так что же с нами тогда случилось? Ситуацию усугубило то, что в лихие 90-е государство попросту забыло про оборонку. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что господствовала идеология. Теперь у нас нет врагов. Зачем вооружаться? Если понадобятся, купим за рубежом. Гайдар сказал, что давайте сделаем так. Я приглашу корреспондентов американских, и мы в их присутствии порежем танковые конвейера, чтобы показать, что мы такие мирные люди. Реформаторы не стесняясь говорили, оборонка мешает всему. Это глупость, которая, в общем, она и привела к тому, что многие заводы погибли. Надо сказать честно, что в 90-е годы были попытки, московские попытки правительственные, просто умертвить этот завод. Министерство обороны денег не дает и заказов не делает. Никаких новых работ нам не задано, чтобы мы могли чем-то заниматься. И это была пустыня. Мертвые цеха, темные и холодные. Никого нет. Все стояло. Когда стал останавливаться Уралвагонзавод, он потянул за собой десятки предприятий, с которыми сотрудничал. Президент России Владимир Владимирович Путин однажды совершенно справедливо назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века. Но для оборонной промышленности эта катастрофа грозила абсолютной гибелью. Ведь каждое из оборонных предприятий тысячами нитей была связана с заводами, которые находились во всех республиках Советского Союза. И эти нити начали рваться. Завод номер 9 в Екатеринбурге. Один из главных поставщиков Уралвагонзавода. Все послевоенные нижнетагильские танки оснащались орудиями именно этого завода. Без пушек не бывает танков. В начале 90-х годов артиллерийский завод фактически обанкротили. Задержка зарплаты у нас была до одного года. Работали, а зарплаты не было. Выживали кто как мог. Доходило до того, что в это время санкции против завода применяли, электричество отключали. А в цехе, так как отопления не было, в зимнее время было очень холодно. И поэтому находили способы. Вот если ему холодно, значит, вареньки надевал, рукавицы. И наши изобретатели, рабочие, придумали вокруг станков утеплители. Пленку натягивали. И в этой вот теплице, можно сказать, работали. Парадокс в том, что в это самое время завод выполнял важный государственный заказ. И даже в таких экстремальных условиях уральские рабочие не допустили срывозадания. Хотя зимой температура в цехах порой опускалась до минус 25 градусов. Ну, а почему рабочие работали? Есть такая особенность у рабочих, особенно у уральских рабочих, выполнить любой ценой. Даже несмотря на тяжелейшую ситуацию, не только на Уралвагонзаводе, но и вообще в стране люди все-таки шли на работу. Они привыкли что-то делать. Без этого они просто тебя не представляли. Привычка выживать коллективно, она уже во многих-многих поколениях. Завод – это та объединяющая всех система, стержень, на которой донизывается личная судьба. Как часто бывало в истории нашей страны, во времена тяжелейших испытаний, вдруг неожиданно появлялись люди, которые брали на себя всю инициативу, вели за собой других. Они всегда были где-то рядом, но когда наступала беда, выходили вперед. Их называли по-разному. Лидерами, героями, вожаками. Но дело не в названии, а в том, что народ им всегда доверял. Во времена Петра Первого, когда шла Северная война со шведами, такими людьми были предприниматели Демидовы. В годы страшной Великой Отечественной для работников Уралвагонзавода таким лидером считался главный конструктор Александр Морозов, один из создателей легендарного Т-34. Ну а в тяжелые 90-е годы таким человеком для заводчан стал Владимир Поткин. Владимир Поткин был назначен главным конструктором КБ в самый драматичный период жизни Уралвагонзавода. Тогда многим казалось, что дни предприятия сочтены. На фоне всеобщего развала, разрухи, воровства во главе КБ становится жесткий, целенаправленный и, я бы сказал, эталонно честный человек. Эталонно честный. Это конструктор от Бога. Как человек, это был, ну, очень жесткий человек. Ни с кем не заиграл. Взгляд тяжелый, нелюбезный, но он чувствовался. Лексикон далекий от любителей изящной словесности. Слова грубые, резкие, но он был хозяин этих слов. Понимаете, это такая редкость. Сколько поступало предложений на какие-то награды, когда его вписывали, он всегда себя вычеркивал. Наоборот, впишет кого-то еще возьмет вместо себя. Но себя он нигде никогда не проталкивает. Владимир Поткин по профессии танкист. Закончил военную академию бронетанковых войск. На Уралвагонзавод пришел в 1971 году. За два десятка лет завод стал для него родным домом. И вот теперь завод умирал. Под митинговые страсти на собраниях и конференциях. На конференциях шум, крики. Зарплату надо увеличивать. Военные не платят деньги, давайте делать гражданскую продукцию. Давайте делать ножи, кастрюли, еще что угодно. И вот на одной из конференций, когда уже поднялся крик и вопли, Поткин встал. Глянул на всех своим тяжелым взглядом и сказал, ищите себе другого главного конструктора. И ушел. Я сам вел эту конференцию. И вот я помню ощущение такого опустошения. Он ушел, все стихло, все стоят и смотрят пустыми глазами. То есть каждый стал соображать, у нас не будет работы, дома не будет денег. И как-то быстренько, быстренько всю эту деятельность политическую мы отделили от предприятия, как вот церковь от государства. Вот там, все за оградой. Люди понимали, что выжить они могут только в том случае, если спасут свой завод. Ситуация, по сути, стала фронтовой. И действовать надо было как на фронте. Быстро, жестко и решительно. Если не работает централизованное управление отраслью, значит, эту функцию надо брать на себя. Создается Совет Главных Конструкторов. Поткин становится его главой. Совет помог сохранить вот эти внутри корпоративные связи. Поддерживал, в первую очередь, критичные предприятия, ну, те же артиллеристов. Без них танка не сделаешь. На всех заводах началось сокращение, и в первую очередь сокращались инженеры, потому что они не производили штуки. В этот период никакого сокращения инженерных служб руководства завода, Ураловым заводом, не проводило. Он не дал развалиться конструкторскому бюро. Он пытался дать людям перспективу, чтобы они не уходили. Конструкторы ведь вещь штучная. Заменить их крайне трудно. Поткин знал цену этому коллективу. Задача была сохранить конструкторов. Мозг КБ. А это можно сделать только в том случае, если работать на будущее. Новые станки немного, но покупаются. Вычислительная техника для проектирования. На нас показывали пальцами. Идиоты! Вы что делаете? Он тратил на это. Он говорит, иначе мы не выжим, мы не успеем за все. Спасая людей, он спасал новую разработку завода. Танк Т-90. Поткин знал о больших возможностях этой боевой машины. Танк был принят на вооружение в 1991 году. Танк Т-90 как бы удачно сконструирован, что он до сих пор обладает таким серьезным моделяционным потенциалом. Совершенствованный танк все время. Все время появляется прицел новый туда, ходовая туда, значит, броневую защиту тоже туда. Все лучшее вошло в Т-90. Т-90 стал боевой машиной следующего поколения. Он значительно превосходил все предыдущие модели советских и зарубежных танков по огневой мощи подвижности и обладал отличной защищенностью. Среди потенциальных заказчиков его даже прозвали «летающим танком». Она, когда вылетает с трамплина, она садится вся на все катки. То есть центровка идеальная. То есть она прыгнула, и она продолжает движение без всяких проблем. Уральские танки всегда славились очень надежной ходовой частью. Этого удалось добиться благодаря постоянным ее усовершенствованиям. Но если для неискушенных зрителей эффектный прыжок Т-90 с трамплина лишь захватывающее зрелище, то для специалиста это оценка надежности машины. Я сам первый раз участвовал в таких вот жестких испытаниях, так скажем. Я был приятно удивлен, что такая... На всех международных выставках летающий Т-90 непременно вызывал восхищение и зависть конкурента. Однажды кто-то из них постарался повторить трюк с прыжком на одном из своих танков. Я спрашиваю главного конструктора, а вы что-нибудь с ходовой делали? Он говорит, нет. Больше я вопросов ему не стал зарегулировать. Он прыгнул первый раз с этого трамплина, и механика-водителя увезли в госпиталь с повреждением позвоночника. Вот и все. По мнению военных, танк получился замечательным и перспективным. К середине 90-х годов было построено около двух с половиной сотен Т-90. После этого деньги на закупку новых машин у государства закончились. В 90-е годы прошлого века ситуация складывалась так, что наша страна вообще могла полностью лишиться звания танковой державы. Это, конечно, случилось бы. Если бы не Демидовский принцип подхода к делу. Полагаться только на себя, на свои силы, на свои технологии, на свой опыт, ресурсы, кадры, людей. В общем, самим выкручиваться. Никто нам не поможет, особенно в оборонной промышленности. В те годы бытовало мнение, что не до танков сейчас. Народ бы накормить. Но главный конструктор Уралвагонзавода стоял на своем. Стране нужен свой собственный танк. Поткин прекрасно понимал, что от загрузки мощностей завода зависят судьбы очень многих людей. У ВЗ нужен был заказ. Он намечался с Индией. И здесь индусы побывали и сказали, ребята, приезжайте для включения контракта. Вот они втроем. Маев Сергей Александрович, это начальник главного бронетанкового управления, Малых Николай Александрович, директор завода, и Владимир Иванович Поткин. Они в конце 98-го года поехали в Индию. И когда приехали туда, индусы отказались покупать серийный танк. Они впрямую не сказали, они просто перестали слушать нашу. Значит, Поткин один раз объясняет, второй раз объясняет, ноль внимания. Он понимает, что индусам нужно что-то другое. Они потребовали тепловизвод, тепловизионный прицел, надо было им, которого у нас еще в общем не было. Потребовали еще ряд мероприятий, которые надо было нам еще и разрабатывать. Переговоры срывались. Но без контракта возвращаться нельзя. Для завода это смертный приговор. Что делать? Решение должен был принять главный конструктор. И тогда он принимает просто отчаянное решение. Давайте предложим тысячесильный двигатель. Хотя он еще был никакой. Новые прицелы, смотровые и куча мероприятий. Он предлагает индусам модернизированный танк Т-90. Индусы сказали, хорошо, такой танк нам нужен. Через полгодика приезжайте, привозите три танка, мы посмотрим их испытания. Танк-то был хороший, вернее, показатели у танка были хорошие. Танка не было. Все было в опытных работах. Решение Поткина было крайне рискованным. Но другого выхода он просто не видел. То, что переносится с бумаги, на металл не работает никогда. То есть все надо доводить и надо думать, почему это не работает. На это время нужно, вообще-то говоря, годы. Ведь кто стал бы ответственным на случай провала испытаний? Главный конструктор. Не министр там, не президент, никто. Главный конструктор. Это были жуткие полгода. Ну, представьте себе, выходят ответственнейшие детали на станке. Брак. Запороли. Надо выкидывать. А у ней технологический цикл три месяца. А три месяца уже прошло. А осталось еще три месяца. И все. То есть вот принятие это решение. А если поставишь, и она не выдержит испытания. На Поткина было страшно смотреть. Это весь город ждал этого контракта. Он был притчей во языцах. Весной 1999 года на заводском полигоне началась обкатка танков. С каждым днем напряжение росло. Все на заводе и в первую очередь главный конструктор были на пределе своих сил. Владимир Поткин чувствовал себя неважно. Ему же врачи-то говорили, что ему не надо лететь. В Индии. Потому что у него со здоровьем проблемы были. Конечно, у главного конструктора было все время здесь. Он человек государственный оказался, понимаете. Вот болел за наше отечество. 11 мая заводские испытания были завершены. Танки были готовы к отправке в Индию. И вот в момент подготовки к отгрузке, и Поткин, не донеся таблеток до рта, упал с кресла. И секретарь открыла, говорит, я помню, что же он был тут, а его нет. Потом посидела, посидела, вошла и увидела его, лежащего до полу. Но уже было поздно. 13 мая 1999 года Владимира Ивановича Поткина не стало. У главного конструктора танков не выдержало сердце. Индусы были настолько потрясены, что они сказали, давайте мы назовем танк Владимир именем главного конструктора. И вот в тот день, когда самолеты с танками взяли курс на Индию, ОВЗ прощался с своим главным конструктором. Вот не зря сказали, что он погиб как-то солдат в бою. Его смерть можно сравнить с гибелью солдата, закрывшего амбразуру вражеского ДОТа, защитившего своих товарищей. Поткину посмертно присвоили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени за разработку танка Т-90. И решили, что это довольно. А вот его роль в спасении ОВЗ как-то так никто не оценивает. Не будет преувеличением сказать, что Владимир Иванович Поткин отдал жизнь за свой завод. И за город, который стал ему родным. Именно так тагильчане восприняли его смерть. Только такой человек мог вот это все сохранить. То есть сохранить танк, сохранить производство на заводе и сохранить в целом танковую промышленность в России у нас. Это единственные сохранившиеся кадры, на которых мы видим главного конструктора танков «Уралвагонзавода» Владимира Поткина. Когда общаешься с историками горнозаводского Урала, то они всегда обращают внимание на особый характер местных рабочих. И он начал формироваться, собственно говоря, еще в демидовские времена. Для уральского рабочего завод – это всегда свой завод. Все, что делается для его пользы, вызывает у мастеровых людей полное сочувствие и поддержку. И ни один уральский рабочий никогда не согласится считать завод чужим ему и своей семье. Он отлично помнит, что деды и прадеды пришли в тайгу. Сами строили завод. И свою связь с заводом мастеровой считает нерушимой. Впереди были сложнейшие испытания танков в Индии. Все, кому предстояло принять в этом участие, понимали, какая на них лежит ответственность за судьбу завода, а значит и за судьбы своих родных и близких людей. Индусы постарались создать для испытаний самые экстремальные и тяжелые условия. В качестве полигона выбрали пустыню Тар. Самые жаркие месяца – это май и июнь. И нам попал май. Жара под 50. Если взяться за броню, то от брони на колено оставался здесь жук. Тогда у нас с одним товарищем случился тепловой удар. Я первый раз видел, что такое удар, когда человека сключивает буквально. Недостаток воды – это обезвоживание организма. Каково было танкистам в раскаленном на солнце танке. В таком пекле испытателям порой приходилось сидеть буквально в луже пота. Вплоть до носков, носки. Ботинки снимаешь – это значит все мокрое. Теряли вес, конечно, много. Я килограмм, наверное, раз 7-8, наверное, потерял. Не меньше, чем жара угнетала пыль. Казалось, что она была везде. На марше танки едва были видны в клубах пыли. Песка там была практически почти под днище. Ну, там двигалось, естественно. Значит, забирались мы на высокий бархан. Барханы там высотой в пятиэтажный дом. Там не просто бархан, там эти горы. Вот спускаешься, и нужно вот так вот подняться. У меня был случай такой, что я не смог подняться на бархан. Индусы говорят, ну, как бы ни за чем. Требования к прохождению препятствий были максимально жесткими. В случае сбоя – незачет. И повторное прохождение маршрута. Еще одна неудача. И танк вообще снимался с испытаний. А это уже повод отказаться от контракта. У нас задняя передача, у нее меньше передаточное число, чем у первой. Я развернулся, и задом мы выехали. Задом он преодолел вот этот бархан. Индусы сказали, это ваше наука, вот так скажем. Тоже приятно. Стреляли на большие дальности. Попадание стопроцентное было. Индийские военные однозначно сказали, должен быть тепловизионный прицел. Он был разработан и поставлен для этого танка. Индусы нас попросили показать замену двигателя именно в пустыне, в полевых условиях, при помощи Брэма. Ну, это тоже был тест, так скажем, тест на ремонтопригодность. При палящем солнце в пыльной пустыне экипаж из двух человек поменял двигатель танка всего за 8 часов. При наличии квалифицированного экипажа, то есть знающего, грамотного экипажа, произвести ремонт изделия в полевых условиях, возможно, без проблем. Наши кувалдопригодные настолько надежные, что им не надо там, все ремонтируется в полевых условиях. Надежный простой автомат Калашника. Я так понимаю, конструктора, когда закладывали эту машину, этим и руководствовали, чтобы она была ремонтнопригодна, чтобы не нужны были никакие высококвалифицированные боксы, какое-то оборудование, какие-то настройки. То есть все должно производиться силами экипажа. Индусы придумывали для танков все новые и новые испытания. Мы сукрашались все. И заправка там, и технических средств, и круглосуточные движения танка. Каждая машина прошла по 2000 километров. Представляете? Тагильские испытатели справились со всеми сложнейшими заданиями. Танки показали себя прекрасно. Индийские военные восхищались увиденным и оценили испытания на отлично. Но контракт с заводом индусы подписывать не спешили. Индусов не было претензий к танку Т-90. Они его испытали в 99-м. Он им нравился. У них было сомнение в том, что завод будет жить. Ведь танк покупается же не игрушкой на месяц. Танк покупается на жизненный цикл 25 лет. И все 25 лет кто-то должен его модернизировать, совершенствовать, да просто обслуживать. Будет Уралвагон завод через 25 лет или нет? В 2000 году Владимир Путин, тогда еще премьер-министр, дал индусам личные гарантии, что завод будет жить. И дело сдвинулось с мертвой тачки. Почему здесь голосовали за Путина? Вовсе не потому, что заводчан построили. Просто здесь отлично помнят, что индийский контракт состоялся благодаря личному вмешательству Путина. 15 февраля 2001 года был подписан контракт о поставке в Индию 310 танков Т-90С. По сути, этот контракт спас завод. В военной атташе при посольстве Индии в Москве бригадный генерал Синг заявил, По эффективности этот танк можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания. С этого дня началось возрождение завода. Цеха заработали. Это же не только завод наш. Это же все поставщики. Предприятия, которые были непосредственно поставщиками основных покупных изделий для выпуска танка Т-90С, они тоже все, по сути, возвратили своих работников, восстановили производство. Вслед за Индией танки приобрели Алжир, Туркмения, Азербайджан, Уганда. В начале 21 века Т-90С стал самым продаваемым основным боевым танком мира. Уралвагонзавод заработал на полную мощность. Индийский контракт спас не только завод. Он спас всю танковую промышленность России. И вся эта отрасль была восстановлена, по сути, опять чуть ли не с нуля. И вот сейчас уже этот локомотив разгоняется, настолько эффективно заработали конструкторские бюро, настолько эффективно заработало производство, что мы берем на себя более... По мнению историков, в жизни Урала было несколько периодов индустриализации. Первая началась во времена правления Петра I, когда в эти края по его воле пришли Демидовы. Вторая случилась в предвоенный период и в годы Великой Отечественной. Сегодня наступило время новой, третьей индустриализации. В этих испытаниях и проявлялся уральский характер. Это твердость духа, это и готовность к действиям, это и нестандартное, если хотите сегодня модное слово, креативное мышление, которым кто-то где-то очень сильно гордится, а оно здесь было всегда. Создание корпорации «Уралвагонзавод» стало одним из этапов третьей индустриализации. В 2007 году все научные институты и предприятия, имеющие отношение к созданию танков, были, образно говоря, собраны под одной крышей. Цель была сохранение танкостроения в стране, потому что если бы это не произошло, я даже не знаю, что бы было вообще на сегодняшний день, поскольку Нижний Тагил – это в основном танкостроении, и, наверное, центр даже мирового танкостроения. Сейчас создается уникальная ситуация, когда государство дает возможности предприятиям оборонки сделать вот этот шаг на новый уровень, причем с привлечением бюджетных средств. Создание корпорации вернуло к жизни сотни предприятий по всей стране. Я хотел бы надеяться, что это начало. Начало перевооружения, технического перевооружения на современной основе, прежде всего об этом машиностроении, которое потащит за собой и металлургию, и тех смежников, которые работают с такими предприятиями, как «Уралвагонзавод». Это 360 предприятий, разбросанных по всей Российской Федерации. Они, естественно, претерпят все изменения. И здесь от того, как они тоже будут развиваться, зависит наша судьба. Например, на заводе номер 9 в Екатеринбурге стала проводиться ускоренная модернизация. И когда появились в цехах новейшие станки, подтянулась на предприятие молодежь, которое с компьютерами на «ты». Мне приносят, грубо говоря, чертеж. Я могу сам написать программу на него, сам отработать, подобрать инструмент, режимы. То есть, грубо говоря, из картинки сделать уже деталь. Сегодня это единственное в стране предприятие, где конструируют танковые пушки. Но теперь завод номер 9 стал частью огромной корпорации «Уралвагонзавод». А когда мы объединились, мы стали единой командой. И, конечно, иметь плечо настоящего друга – это очень важно. Сегодня у нас одни задачи, задачи корпорации, которые, собственно, мы и решаем. В 1920 году известный российский ученый-металлург Владимир Грум-Гржемайло, который много работал на нижнетагильских заводах, написал, что оборонные заводы должны стать центрами исследований. В них должен быть сосредоточен мозг всей железной промышленности. Тяжелая бронетанковая техника, современная, как любой инновационный продукт, это мощный толчок к развитию не только танковой отрасли, но и в целом машиностроительного комплекса. Оборонка – это основа, на мой взгляд. Основа потому, что здесь имеется хороший конструкторский потенциал. Здесь разрабатываются, внедряются современные технологии. Поэтому реально оборонка может стать локомотивой всей промышленности. То, что с оборонных предприятий уходило потом гражданское, это то, что поднимало общий уровень бронетанского строения. Это престиж нашей страны. Наша оборонка всегда была впереди. Молодежь гордится, что она работает на «Уралвагонзаводе». Академия «Уралвагонзаводи» Огонь! Для жителей Нижнего Тагила отдаленные звуки танковых выстрелов так же привычны, как автомобильные гудки. Но если давно не слышны танковые пушки, значит, есть повод для беспокойства. А начали стрелять, стало быть, завод работает, все в порядке. Сегодня российские оборонщики наконец-то начинают чувствовать себя уважаемыми в обществе. Творческим классом российского общества. Профессии инженера, конструктора, технолога, рабочего. В общем, мастерового человека наконец-то возвращает себе престиж в стране. И это крайне важно. И результатом работы оборонной промышленности будет не только стабильная и своевременная поставка войска всего того, что необходимо нашей армии и флоту. Но в целом результатом должна стать новая индустриализация России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА